Андрей Сергеевич, здравствуйте, спасибо, что дождались, нашли для нас время. Какие главные сигналы сегодня вы услышали в послании президента? Он, в частности, упоминал непосредственно Агентство стратегических инициатив, когда говорил о развитии волонтерства. Как вы собираетесь заниматься этим направлением? Вы знаете, мне кажется, самый главный сигнал, который дал президент, это сигнал о том, что если люди хотят что-то сделать для своей страны, то никто не вправе и не должен им мешать. Это касается и предпринимателей, и, конечно, тех, кто улучшает нашу жизнь, улучшает жизнь людей с ограниченными возможностями, это волонтеры прежде всего. И сегодня мы знаем, что очень много людей занимаются волонтерской деятельностью, более часто, кто-то реже, но, тем не менее, многие готовы свое время на это тратить. И существует масса барьеров, нормативных барьеров, барьеров восприятия, которые сегодня не дают им полноценно работать, делать те вещи, которые они делать могут. Мы знаем, что в одних регионах волонтерам относятся лучше, в других регионах их боятся, и от них власть бегает, прямо скажем. Вот задача, которую я услышал, и задача, которую мы выполним, безусловно, совместно с общественной палатой, это убрать все вот эти ограничения, сделать так, чтобы у людей была возможность приносить пользу, если они этого хотят. Это касается и волонтеров, которые ухаживают за стариками, и волонтеров, которые, например, спасают бездомных животных. Мы тоже, эта тема очень важная, да, как мне кажется. А почему именно такое поручение было дано агентству стратегических инициатив? Вы должны как-то воспользоваться своими уже наработками с регионами, для того, чтобы работать вместе с губернаторами и с главами муниципалитетов для развития волонтерства? Я могу только предположить, вы слышали, наверное, о том, что было в майских указах задача президента подняться в рейтинге «Доин бизнес» со 120 на 20 место. Сегодня мы на 40-м, и это произошло благодаря тому, что нам удалось вовлечь бизнес в работу и с правительством последовательно заняться снятием каких-то ограничений, нормативных барьеров. То есть мы в этом плане... Антический посредник такой между бизнесом. Антический технологичный, скорее, посредник. То есть, конечно, сами волонтеры будут определять, какие барьеры перед ними стоят. Наша задача – помочь им перевести из человеческого языка на язык чиновников и сделать так, чтобы эти вещи последовательно были сняты. Вот это мы умеем делать, и мы поэтому здесь, наверное, в этом поручении есть. Ну и, конечно, то, что мы тесно работаем с главами субъектов, это тоже важно. Я думаю, что мы уже с ними дружим и работаем с ними над развитием инвест-климата. Поэтому, может быть, и в этой теме... Об этом Владимир Путин тоже сегодня говорил. Он говорил, что вообще в целом у нас сейчас экономика начала показывать признаки восстановления. То, что нужно в России улучшать бизнес-климат, привлекать инвестиции. И, в частности, говорил про регионы, про то, что там нужно повышать инвест-климат. Ну, это как раз непосредственно то, чем занимается ОСИ. И вот, что в этом направлении вы собираетесь делать дальше? Потому что, ну, на данный момент уже было отмечено, что вы действуете достаточно успешно. Вы знаете, вот есть масса средних компаний в России, которые хотели бы расти, хотели бы создавать рабочие места, но они просто боятся выйти за пределы своего региона. Потому что, переходя за эту административную формальную границу, там совершенно другие правила. Там какие-то безумные бумажки возникают, новые требования. Очень разная ситуация от региона к региону. И то, что сказал президент на госсовете в Ярославле и повторил, собственно говоря, сегодня в послании, это то, что такого быть не должно. То есть, вот есть нормальный срок подключения к электросетям – 60 дней. Это значит, что не должно быть 60 и 700 в соседних субъектах, а должно быть и там 60, и здесь 60. Это достаточно понятная технологичная работа. Регионы просто должны поучиться у своих коллег, поменять свою нормативную базу. И мы им в этом будем помогать. Там нет ничего сложного. Я вообще считаю, что вот эта бесконечная тема админбарьеров, мы просто должны за следующий год ее завершить. Есть масса задач развития, которые надо обсуждать, и которые должны губернаторы обсуждать с предпринимателями своими. Ну, а на ваш взгляд, как-то улучшилась на сегодняшний день эта история? Потому что о том, что нужно снимать административные барьеры, Путин говорит уже не в первом своем послании. Тем не менее, он вновь и вновь повторяет этот свой тезис. Вы знаете, ситуация улучшается, но неравномерно. То есть вот где-то, например, в том же подключении к электросетям есть успехи. Предприниматели постоянно зажалуются с другой стороны на подключение к газовым сетям. Есть только два региона, где сегодня это происходит действительно быстро и комфортно. Это Тюменская и Московская области. Во всех остальных это требует каких-то непонятных и ничем не обоснованных согласований. Каждая бумажка – это деньги, которые предприниматель не вложил в бизнес, не вложил в рабочие места, а потратил непонятно на что. Чем меньше их будет, тем больше будет возможности для развития. Это то, что должны мы делать. Как вы смотрите, как посредник между бизнесом и государством, на заявление сегодняшнего Владимира Путина о том, что налоговая система должна быть немного трансформирована? Кажется, так бы сказал. Мы же не посредники, мы скорее площадка, где можно договариваться и можно вырабатывать какие-то решения. Безусловно, есть льготы, которые не работают. Безусловно, есть отрасли, которые нуждаются в льготах. Об этом президент сегодня говорил, что льготы для IT-компаний показали свою эффективность. То, что диалог нужен, и нужно проинвентаризировать все эти платежи, в том числе и неналоговые, то есть всякие сборы, которые вроде как к налогам не относятся, но на самом деле это тоже нагрузка на бизнес. Такое открытие диалог нужно, я считаю, что это очень правильно, что в 2017 году этот диалог между правительством и предпринимателями пройдет. Спасибо вам большое.